ВИКА БУЛАХОВА 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 МЕ sleep Три, иногда по четыре тренировки в день. Поэтому скучать не приходится. А какие бойцы, для каких промоушенов вы тренируете их? Сейчас в основном не для промоушенов. Я тренирую простых людей. Но у меня есть парень, у меня, у нас. Он дрался буквально в прошлом месяце. Не в прошлом, уже в ноябре. В UFC и в августе. Джордан Райт. Он дерется в 185. Он проиграл последний бой. Но ничего, бывают выигрыши, бывают прогреши. У нас все еще впереди. Вы в углу, правильно, у него были? Вы как тренер или как менеджер выступаете? В какой роли? Как тренер. Я как тренер. Вернемся тогда, раз мы уже заговорили о UFC. В этом году будет 20 лет, когда вы дебютировали в UFC. На событии UFC 32 29 июня 2001 года. Начали с хорошей ноты, с победы над Юки Кондо в Нью-Джерси. Вообще, вспомните это событие. Каким оно было? К UFC я был готов. Особенно к Юке Кондо. С титул артизм я мог бы подождать немножко. Я готовился в то время к Рэндалману. И я просто был готов в это время физически, но я не был готов морально принять все эти те же интервью, допустим, те же лимузины и все это дела, потому что оно не свалилось как снежный ком на голову. Но с Юки Кондо я был готов. В принципе, вот он тоже с Юки Кондо. Вот этот бой. На стене прямо плакат с того времени, да? Да. Это прямо такой домашний музей у вас. Ну да, вот они как бы все. Очень классно. И Дан Джонс. Поэтому как бы у меня напоминается про это. Но вы начинали с International Fight League, смотрела вашу историю, вы прям за вечер три боя тогда провели. Если сравнивать времена International Fight League и дебют в UFC, насколько вообще события отличались друг от друга по организации, масштабу и вот таким мелким вещам, когда вас забирали на лимузине? Очень отличается. Очень отличается, опять же, тем, что я сейчас участвую как тренер в UFC, в ивентах, когда нас забирают, когда нам делают те же тесты на COVID и когда сгонка веса и тому подобное. Это как небо и земля. Сейчас настолько легче все это делать. все организовано для сгонки веса, все сделано для спортсменов. Для спортсменов в то время этим никто не занимался. И, соответственно, я думаю, уровень выступления спортсменов намного выше по этому же. потому что им как бы... Ну, с другой стороны, мы готовились к худшему. Я готовился не к одному бою, а к трем боям сразу. Я не знал, с кем я буду драться. Поэтому смотреть какие-то видео, технические параметры какие-то, это было бесполезно, потому что я даже не знал, с кем буду драться во втором бою. И время не было. Не было раундов. Поэтому не было тактики, как драться. Как бы тактика вырабатывалась во время боя. Вы были настолько бесшабашным, что были готовы к этому? Или просто правила игры заставляли? Нет, правила игры заставляли. Как бы... Мне это помогло в будущем. Потому что иногда в бою приходится пять минут, все-таки большое время тоже. Нужно менять самому чего-то во время боя. Какую-то тактику. Где-то что-то случилось. Нужно как бы мобилизовать себя и продолжать. Поэтому мне кажется, что мои ранние бои помогли в этом. Потому что сейчас, когда ребята начинают, что-то не так пошло, они ждут тренера чего-то. Я им говорил, что я дрался три раза без тренера, без угла вообще. Я приходил, дрался, забирал свой день и уезжал. Вообще, когда-то думали, что смешанное единоборство сделают настолько шаг вперед и окажутся на совершенно другом уровне? Я не думал, я надеялся. И оно так получилось, к счастью. И сейчас, я думаю, оно занимает свое место, достойное место в своем. Наравне с другими, как бейсбол, как хоккей, как футбол и остальные. Говоря о гонорарах, забирали деньги. Какой у вас был первый гонорар? Первый гонорар был даже неплохой. Было пять тысяч долларов за три боя сразу. Но для меня это сразу пять тысяч долларов в карман. Я так, вот, ничего вроде. И легко получилось, в принципе. И второй раз. Это был 97-й год. То есть на то время это вообще деньги. А после этого мне сразу предложили драться просто один раз. И пять, тоже самое, пять тысяч. Я так вообще подумал, вообще красота. И поэтому, как бы. Но потом пришлось, несколько боев получилось, достаточно трудных, тяжелых. Но, опять же, я пришел из борьбы, где мы тренировались три раза в день иногда. Два раза в день. Гонка веса каждый день. И несколько схваток, иногда пять схваток в день. Поэтому это намного тяжелее вид спорта. И нам вообще ничего не платили. Получается, для меня бои были без правил, как-то, знаешь, прогулка. Поэтому ему, да, интересно было. А какую самую крупную покупку совершили, когда получили вот свой первый гонорар? Ну, конечно, стидортизм. Когда я дрался в затитульный бой, было неплохо. И потом мой второй сайнап в UFC, опять же, после нескольких боев с Панкражиком, с Биллионером, Маршалом. Потом, когда я дрался уже с Джон Джонсом, даже потом проиграл ему. Но после этого началось получаться неплохие деньги. Потому что я подписал себе хорошего менеджера или он подписал меня. А менеджером еще поговорим. И получилось так, что как бы и спонсоры хорошо платили. Я тогда поймал Type Out, уже последние на выдохе как бы они были, но мне они заплатили неплохие деньги. Я там покажу вам, майка висит хорошая. Она мне в принципе дорого стоила им. Отлично. Наверное, немножко не поняли вопрос. Хотела узнать, когда вот за первые три боя получили пять тысяч долларов, какую самую крупную покупку совершили на эти деньги? Вспомнили? Не, я так не понял, извиняюсь. Помню, хорошо помню. Кровать купил с матрасом спальню. Старт в США обычно бывает достаточно нелегким. Каким он у вас был? Старт в США интересным, я скажу, был. Это в 94-м году, да, вы остались? Да, мы приехали в 94-м году, остались мы в Нью-Йорке, у нас было очень немного денег, но у меня были знакомые, такие как Дэйв Шултс и Ройс Алджер, и они помогли нам приехать в Калифорнию, в принципе, в Нью-Йорке. Мы даже не понимали это. Я остался с Владимиром Анаушенко, он с Чиказки, ваш там, и мы не знали, куда мы едем, что это значит. Но мы попали в хорошее, как бы не то, что в руки, а мы сразу попали в борцовскую струю, сразу пришлось научиться, что такое борьба в колледже здесь, мы никогда поэтому не боролись, мы боролись по фристайлу, по олимпийским правилам. Пришлось выучить язык, потому что мы жили в маленьком городе в горах. В каком? Сузанвилл. Недалеко, немножко на севере Атри, на Неваде. И поэтому там одни ковбои, как бы ничего русского там не было, ни магазинов, ни газет, ничего. Поэтому нас пришлось учить, пришлось работать теми же ковбоями, теми же убирать лошадьми, копать ямки, что угодно. Я был дровосеком, моя любимая работа была дровосек. Валить деревья, пилить их, сварщиками работали, с кем угодно. Ну и заодно учились. У нас учеба получилась была, как бы заставляла нас продлевать свою визу. Давала возможность. Да, дала возможность держать визу. Я даже не думал о учебе, сколько думал, ну да, чтобы было быть легальным. Вы, получается, университет Невады заканчивали, да? Да. Просто был недалеко от Сузен Вилла, и меня тренер попросил, у меня была возможность в это время меня брали в Дивижн 1, прожать дальше, участвовать в борьбе. Но я уже был в возрасте, у меня была семья, и наш тренер не хотел отпускать меня, Рекс Бранум. Он предложил мне быть ассистентом коучином и дать хорошую работу и возможность оплачивать мою работу самому, мою учебу в университете. Поэтому я учился в Рино и приезжал обратно в Сузен Вилл. И опять же, она мне дала возможность в спорте путешествовать. Мы были почти в любом штате, во всех штатах Соединенных Штатов. Мы путешествовали, водили машины, помню, мы ездили от Аризоны и на Сиэтл, и из Калифорнии, через Колорадо, через Сент-Луис, в Чикаго. Потом обратно летели на самолете, потом обратно на автобусе. Как бы, да, путешествовали много. Узнали много людей. И образование, в конце концов, получил образование, и выучили язык. И перешел в бои без правил. Вообще, сколько боев провели именно на уровне колледжа по борьбе в то время? Это даже не считал. В схватке в сезоне, по-моему, если в одни соревнования можешь бороться семь-восемь схваток за соревнования. То есть, это между колледжами были, получается, да, соревнования? Да, между колледжами были и интернациональные. Нет, в Америке только были между колледжами. Да. А откуда вы знали ребят, благодаря которым остались в Калифорнии? Мы встречались с Ройсом и с Дэйв Шрутсом. Мы встречались. Это была олимпийская команда. Они немножко старше возраста. Особенно Дэйв. Он был олимпийский чемпион. Он был тренером уже в американской сборной. И я помню, в первый раз их встретил еще в 90... Нет, даже не в 90... В 87-м году, в 86-м, когда наша сборная готовилась в Олимпиаде. Была в Барселоне. Потом перед Барселоном была в Сеуле. Перед Сеулом была еще где-то. Я помню, мы еще в high school или в нашей школе в спортивном интернате учились. И нас просто подключали в сборную Советского Союза в то же время и сборную американскую. Мы тренировались вместе и как бы... И мы встречались. Встречались там в стайках на Кавказе. Мы встречались здесь, в Америке, когда приезжал. Уже это мой был третий раз. И на других, в Германии, в Польше были интернациональные трениры. Поэтому мы как бы общались с мировыми и как бы... То есть английский уже тогда приходилось учить? Нет, честно сказать, по английскому я тогда ничего не шарил. Меня тройку еле-еле вытягивало по английскому в школе. И мне нужна была эта тройка, чтобы мне разрешали уезжать на соревнования. Я еле вытягивал ее. Но помог Дэйв Шульц, потому что он разговаривал немножко по-русски. И опять же, мне кажется, помогло то, что мы уехали буквально, оторвались от русскоязычных на время, от всего русскоязычного общества здесь. Потому что в Нью-Йорке, когда мы остановились, было очень много русских, там русские магазины, русские почтальоны. Поэтому не нужно учить английский. Но я знаю, что вы не раз рассказывали историю, как вы оставались в Соединенных Штатах. Хотела спросить о Владимире Аношенко, который живет в Чикаго. Общаетесь ли вы до сих пор и сохранились ли у вас отношения? Да, Владимир Аношенко, я считаю, своим лучшим другом. Он до сих пор живет в Чикаго и до сих пор мы общаемся. Иногда мы даже встречаемся. Или я приезжаю в Чикаго, или он сюда. Или мы недавно, год назад, мы ездили обратно же туда, в Рино. У нас было 25 лет, как мы приехали. И мы отпраздновали это. Он прилетел из Чикаго, я прилетел с собой. Мы навестили своих старых тренеров и профессоров в университете своих навестили. и мы до сих пор общаемся вместе с Аношенко и с нашими учителями. Каким была эта встреча? Как она проходила? Ну, встреча с Владимиром мы общаемся несколько раз в неделю. Мы общаемся по телефону. Сейчас есть возможность разговаривать на Zoom, на Facebook. Поэтому мы не теряемся. так. И то же самое с тренерами. Получилась наша американская семья. Все наши борцы, с которыми я боролся, все наши учителя и профессора. Интересно, хочу историю рассказать про профессора моего. До сих пор моим лучшим другом, но он моего отца в возрасте. Он ветеран войны во Вьетнаме. Я до сих пор помню, как Рекс, он тренер, и он пытался записать нас к Брайану, его зовут. Он был учитель английского языка и истории. И Рекс пытался записать нас к нему в английский класс. Изучать английский язык. Да, но это был не one-on-one никакой, это был уже по-моему English nine. Объяснив для наших русскоязычных слушателей, это уже повышенный уровень английского языка. Да, это повышенный уровень английского языка. Я помню до сих пор, что мой профессор, они ругались долго, и этот вьетнамец, который профессор, он ругался, что зачем ты этих русских привел, я ненавижу этих коммунистов, этих русских всех, а ты мне привел этих двух русских, которые не говорят ничего, я знаю, что ты хочешь, чтобы я им подписал эти, поставил хорошие оценки, ни за что. И он так предусыдительно ко мне относился, но в конце концов мы сдружились так, потому что до сих пор мы общаемся, и он помогал мне писать потом бумажки в колледж на другие предметы даже, вот так получалось. Никогда не знаешь, да, что знакомство может быть? Я у него тогда приходил постоянно, спрашивал, Брайан, как ты помоги мне там с историей, с другими предметами разобраться, и он мне помогал во всем, получилось, и мы до сих пор еще 20 лет спустя мы общаемся, поэтому как бы никогда не знаешь. Мне интересно такой вопрос задать, когда у вас появился никнейм уборщика, кто ему его дал? Уборщик тоже появился в то же время, когда мы выступали на уровне международных олимпийских сборных, я скажу, потому что была олимпийская сборная США, есть знаменитый турнир международный в Красноярске, как бы отбор на олимпиаду, был, по-моему, в Барселону. Я был молодым, я не помню, сколько мне было, я уже служил в армии, и меня только-только отпустили на отпуск, на этот специальный турнир, и мне сказали, без результата не приезжай, и мне так эта армия не понравилась в то время, когда я служил в Молодечне, по-моему, под Минском, и я прилетел на этот турнир в Красноярск, ну, такой, в одежде, видно, как в рабочей, или как, и у меня у нас зал до соревнований, день за соревнований был разделен по часам на каждую команду, была белорусская команда, американская команда, российская, и так далее, и американцы пришли тренироваться, они просто потели, потому что им нужно было гонять вес, и я взял швабру и просто вытирал после них этот пот, потому что было, ну, я вам покажу, в принципе, нет, швабры нет, но у меня ведра есть, до сих пор я этим занимаюсь, вот дезинфекция, ну, типа такого, да, вот я применял эти все орудия, и когда после взвешивания мы вытягивали эти бумажки, с кем бороться, я вытянул бумажки сразу бороться с Кевин Джаксон, такой есть, и он еще до сих пор, он старший тренер сборной олимпийской по вольной борьбе, был олимпийский чемпионом, он выиграл в этот год олимпиаду после этого, потом был Ройс Альджер, кто был чемпионом Кубка мира, и мне уже предписали все, я, короче, проиграл, мне возвращаться, можно сразу возвращаться свое молодежное и идти служить дальше, но я-то как бы так не хотел сдаваться и выиграл их, выиграл одного, второго и выиграл весь турнир, и поэтому американцы начали называть уборщиком именно из-за этой истории. потом мне рассказал Марк Хоман, Марк Хоман рассказал, когда у них было собрание, их тренера ругали их за то, что они проиграли русскому уборщику, он даже не борец, он даже просто случайно подписался вчера на этот турнир, а так работает уборщиком, и Визель сам играет. Так с вами и закрепилось это прозвище. Так оно закрепилось, и потом меня называли Дженитер, но я тогда еще английский не знал, когда видел меня Марк Хоман или Дэйв Шульц, они мне, о, Дженитер пошел, привет, Дженитер. Я так не знал, а потом они прикрепились, и в боях без правил как бы получилось ничего вроде. Очень даже? Да, очень даже. У меня даже купил, когда вы говорили, покупку, которую я сделал дальше, я купил себе Мерседес, и сделал вот с него это называется Калифорния Дженитер. О, вау. Прямо это самое остается на память. Да. Мне всегда было просто интересно, потому что даже когда вы выступали в Чикаго, в 2014 году у вас здесь был бой, никогда не задавала вам этот вопрос, и нигде не читала, и было вот интересно, откуда вообще появилось. Говоря о Беларуси, когда последний раз там были? Последний раз был в августе. не этого года, прошлого, не 20-го, 19-го, в августе 19-го. Вы с семьей ездили или один? Да, ездили с семьей, первый раз. Моя дочь получила свой белорусский паспорт тоже. У нее три паспорта, у нее бразильский, белорусский и американский. Интернациональный ребенок. Интернациональный ребенок. И, в принципе, поездка получилась неплохая, моей жене понравилась и мы вовремя приехали, можно так сказать. Согласна. Была хорошая погода, все были тихие, все были спокойные и довольные. И всем понравилось, мы уехали и после этого, я не скажу, что это все после этого началось, но как бы все эти события, они давно собирались, поэтому, в принципе, я уехал оттуда. Но это другой завод. А сколько дочери лет? Дочери пять. А как зовут ее? Саша. В честь нашего президента. Владимир, как вы могли? Как вы могли? Кстати, а почему Сашей назвали? Жене понравилось, она сама выбрала. А у меня была бабушка Саша. То есть не Александра, а именно Саша? Да, именно Саша. Даже в паспорте написано, написали в белорусском об этом. А в Белоруссии у вас родители живут? В Белоруссии все живут. Родственники, да? Родители, братья. Все двоюродные братья. Кстати говоря, о событиях прошлого года. Вообще следите за тем, что происходит в Белоруссии? Следим. Саша, сказать привет. Немножко связь прорвалась. Что говорите? Я извиняюсь. Слежу. Я хотел бы сказать, что когда начался коронавирус весной, я следил чаще за Белоруссией, потому что, во-первых, вирус, пандемия, во-вторых, в то время начинались эти выборы, предвыборы. Я следил очень часто, но я предполагал, что так оно получится, как оно получилось. но все-таки каждый день душа болела, смотришь, август, выборы прошли, сентябрь, октябрь, но потом все пришло к своим, как сказать, на свои, своя. Думаете, когда-нибудь что-нибудь поменяется в нашей стране? Конечно, поменяется. Только когда? Это большой вопрос. Это большой вопрос, потому что если оно делалось так уже 20 лет, 26, я думаю, что еще следующие 5 лет так точно, может и 10. Думаете, у Тихановской, у Светланы Тихановской что-то получится сделать? У Светланы Тихановской может получиться то, что, да, она может добиться первых выборов. Я не думаю, что она станет президентом. Я не думаю, что она хочет. Она просто хочет первых выборов и чтобы кто-то пришел, кто что-то может делать. Потому что все-таки это серьезный... Эй, Саша, привет, иди сюда. Просто это серьезная работа. Должен быть серьезный кандидат, кто все-таки это может делать. Но ее муж сидит в тюрьме. Это тоже большая мотивация. Ну да. Но опять же, я считаю уже, я смотрю дальше, выполнять работу президента, кто сможет, кроме Лукашенко, другой. Допустим, мы его заберем власть. Кто будет президентом, дайте кандидату. Или хотя бы группу людей. Поэтому... Я в интервью. Друзья, я серьезно. Давай, дядь. Отвлекают вас, да? Это семья? Да. Саша. Дочка? Дочка. Так вы ее с собой приглашаете. Будем вместе болтать. Она, кстати, по-русски говорит. Я не знал, просто ваши... Я ее приглашал, как сейчас посмотрю. Будет ли ей интересно? Сейчас нужно приготовиться, да? Сейчас нужно приготовиться, да? Потому что будут на хамере. Просто так нельзя. Говоря, кстати, вот о Беларуси. Думаете, вы говорите, в ближайшие пять лет может быть что-нибудь поменяется. Но доживем мы с вами до того момента, что придет новый президент? Я думаю, вопрос нужно ставить... Нам не нужно не доживать. Нам нужно жить каждый день. Наслаждаться жизнью. Как бы... Везде есть свои за и против. Мне, конечно, легче жить в Америке, что я делаю. Я не хочу добиваться какой-то материальной... Я просто хочу добиваться независимости. В принципе, как и вы, наверное. Я люблю Америку за то, что дает мне свободу, за то, что мне дает возможность заниматься спортом. Здесь же дома, здесь же в Америке я могу делать то, что я люблю. Я могу верить в Бога, я могу читать любые книги. Мне хватает на жизнь. В Беларуси это тяжелее сделать. В Беларуси тяжелее оставаться совестью человеку просто. Вот что я хочу сказать. В Америке, здесь особенно, мне сейчас, мне трудно потерять совесть. В Беларуси это очень легко сделать. Вы переживаете за ваших родных, которые там живут? Родным с этой стороны они удалены от политики, удалены, они живут немножко почти в деревне, в Речице. Их это как бы не касается. Они как бы жили там и с немцами, мои бабушки и дедушки жили. Они жили при Брежневе и Сталине. И потом после перестройки как бы они солят свои огурцы, растят, у них куры есть, кролики. Они как бы это... Ну, касается, конечно. Я им помогаю, чем могу. В этом, в принципе, им хватает. То, что... Есть все-таки там, и мне радует то, что есть люди, которые... У меня есть друзья и в силовых структурах. Я все-таки был динамовцем, и у меня остались ребята, которые работают до сих пор и в уголовном розыске, и в... Но есть и другие, которые занимаются бизнесом и этим. Поэтому как бы есть люди, которые при всем при том не потеряли свои... Кому-то нужно искать уголовников, которые украли у бабушки кошелек. Все это. Не всем же бить палками по спинам бастующим. Это я понимаю. Но есть, короче... Не то, что короче. Есть, конечно, люди, которые забывают про такое слово совесть и начинают заниматься... Я не знаю даже, как это назвать, чем заниматься. Просто... Поэтому там тяжело жить, я считаю. Поэтому я уехал. Не потому, что мне было материально тяжело почему-то это, а потому, что мне было тяжело оставаться человеком просто. Кстати, я вот когда готовилась к интервью с вами, подметила один момент. Вы, получается, Чернобыль тоже пережили. Насколько вообще... Ну да. Вы помните, что в то время было? Потому что вам сколько? 15 тогда было, да? Да, 15-16. Я как раз переходил в интернат. Прекрасно помню, как это было. Я не знаю, как оно повлияло. У меня есть сына фотография, могу вам тоже присылать. Мой сын, дочь и мы все вместе. У меня сын, он там родился. И он сейчас перевезти на почти 7 футов. Он 250 килограмм и два метра роста получается. И все спрашивают, чем ты его кормил. Я все шучу, что это Чернобыль. Сына Роман зовут, да? Да. Он вырос на голову выше меня. И поэтому... Ну да, был Чернобыль. Он остался там, в принципе, еще Чернобыль. Но опять же, я думаю, это не самая большая проблема у них. Ни материальный, ни Чернобыль, никакая загрязняющаяся. Среда загрязняющаяся. Среда загрязняющая. Душа человеческая. Вот самое главное. И оно поколение. Если изменится поколение, там ничего не изменится. Там должно родиться новое поколение людей, что я надеюсь, что оно родилось. У меня есть племянники сейчас, которые только сейчас учатся в университетах. И девочки, и мальчики. И они по-другому думают. Они думают по-свободному. И я надеюсь, на это я надеюсь, что они изменят что-то. У них жизнь изменится. А такие, как я, которые там живут, уже мне кажется, не изменишь. А ваш сын живет в США или он в Беларуси? Нет, сын живет в США. Недалеко от меня, в Лос-Анджелесе. Сколько ему сейчас? 29, будет 30. Читала, что вы бы хотели, чтобы он пошел по вашим стопам в смешанных единоборствах, но он в совершенно другой области. Да, хотелось бы, чтобы по моим стопам, но жизнь опять распространена. И у него есть к этому все данные, и физические, и у него есть возможность тренироваться с лучшими тренерами в мире. Но ему нравится делать летательные аппараты. Ему нравится самолет, что он делает. Он, может быть, на Боинге в Сиэтле работает? Нет, он работает на Нортропе, но делает военные самолеты F-35, последний маркет. То есть он, получается, архитектор в авиаиндустрии? Ну да, но он не архитектор, он был механиком, он сам буквально делал. Сейчас он менеджер, сейчас под его началом почти 50 человек. Поэтому доволен тем, что он делает, и у нас хорошие отношения, приезжает ко мне. Был, спасибо, пандемии, приезжал ко мне на Thanksgiving, на Рождество и на мой день рождения, на Новый год, на все праздники. Коронавирус иногда нам дает возможность провести больше времени с семьей. Как вообще ситуация сейчас в Калифорнии? У меня здесь неплохо во дворе. Вообще, как бы маску носите? Обязательно носить маску в общественных местах? В общественных местах, да. В магазине ношу. На улице, если я прохожусь где-то далеко от кого-то, мне не нужно. И мы, никто из нас не заболел пока. Моя дочь ходит в садик с детьми в садик. И, кстати, заставляют в детском саду маски носить или нет? Приходишь в маски, переходишь туда и снимаешь, и там никаких масок нет. Все дети бегают, как нормально. И даже удивительно смотреть на них, и вроде ничего. Но сейчас они стали делать тест. Вот в пятницу, вот сегодня она, по-моему, делала тест. И потом в понедельник, если все нормально, она идет обратно. В этом плане все хорошо. А вообще, как бы из окружения кто-то болел или это все обошлось? Из ваших знакомых? Владимир Анушенко в Чикаго болел. Серьезно? Ну, опять это прошло более-менее безболезненно, как простой. Я не скажу простой, но через несколько дней прошло, через неделю. Нет, все вроде живы-здоровы. Ну, болеют, конечно, люди. Мы слышим. У нас проверяли в UFC в августе. Проверяли там три раза или четыре. Второй раз проверяли. Мне присылали коробочку тест на дом. И по зуму я делал сначала, чтобы даже поехать туда. И потом, когда приезжал, делать еще раз. И каждый день там, в принципе, делали. В этом плане они, конечно, хорошо организованы. Даже во время этой пандемии они довольно показывают хороший уровень организации. А делали оральным способом или через нос? Делали и оральным, и через нос. И так, и так. Интересно. Кстати говоря, вакцинация в Калифорнии уже началась? Вы, не знаю, не в курсе? По-моему, началась. Но, опять же, мы далеко находимся от вакцинации. Не то, что далеко, я имею в виду. Я не в первых рядах, кто мне сделает эту вакцину. А вообще, думаете, делать нужно? Вы бы делали сами, ваша семья? Можно? Да, у нас был такой, как разговор с женой. Но процент выздоровления, он разный. Бывает, что я в зал вернулся, потому что здесь света больше. Хорошо, спасибо большое. Процент выздоровления, там сказали, 70%, может, 50%. и она говорит, что ты прыгнул бы с парашюта, если бы он 50% гарантии. Мы решили, что можно взять с собой, на всякий случай, парашют, самолет, но прыгать не нужно. Но если придет, можно прыгать. Даже если 50%. хороший подход, мне нравится. Ну, на всякий случай можно сделать вакцину, но опять же, руки мыть мы не перестанем. Если придется маску носить, то будем носить маску, поэтому как бы, да. В этом случае, вот у вас дома есть зал. Каким-то образом, когда вся пандемия началась, вообще как бы, ваша занятость в залах, я знаю, что вы работаете в Голливуде, повлияла на вашу работу или, в принципе, домашний зал выручил в этом случае? Домашний зал выручил. Первые два месяца мы, конечно, никуда не ходили, никто не тренировался, ни дома, ни там. Но потом потихоньку я предложил одному, второму, третьему, мы начали приходить, конечно, демент, потребность. Потребность превзошла. Всякие ожидания. Потому что залы буквально закрылись и после двух-трех месяцев люди все-таки должны были тренироваться. И опять же, с UFC парень, который мы готовили, нужно тренироваться где-то. Поэтому наш зал меня спас. И у меня приходится все, у меня спроса больше даже получается. Я делаю такие же деньги или даже больше, как до пандемии. Поэтому в этом плане материально нас это не, ну, мою семью это не потревожило. Моя жена работает дома, на компьютере. И даже компания выделила стоячий стол. И под столом есть такая, как вот, тренажер, можно бегать на нем. Поэтому условия созданы. Условия созданы, и она работает, она даже по 12 часов то же самое, она работает намного больше, чем работала в офисе. Знаю, что вы вот у того же Джордана Райта, которого вы упомянули, с вами также в углу был Энтони Харданг. Сколько лет вы вообще знакомы с Энтони и работаете ли до сих пор вместе? Энтони Харданг мы знакомы и работаем до сих пор вместе. Он мой, как бы сказать, основной партнер и знакомый с 2005 и 2004 года, по-моему. 2004-2005 год, 20-15 лет. А когда вы начали с ним, с вашим менеджером сотрудничать, как вы вообще познакомились с ним? Снимайся по форуму, меня познакомил Энтони Харданг. В то время я ушел от своего менеджера Чапарелли Рико. И опять же, у нас отношения про Рико, хотел сказать, отношения улучшились сейчас. Я увидел недавно и как бы все у нас хорошо. Но в то время я отделился и начал драться после АФЛ. У меня как бы не было, мне не нужен был менеджер драться в этой лиге, потому что там дрались в командах и был у меня тренер. Но после распада АФЛ Энтони Харданг предложил мне Ниму, потому что он Ниму в то время только закончил адвокатский университет. он был свежим, как бы сказать, был дешевым. Только начинал. Только начинал, поэтому его можно было брать тепленьким. использовать тепленьким. Мне недорого. Но мы даже шутим с ним, с ним, и мы остались хорошими друзьями до сих пор. И мы шутим, что вы меня брали тепленьким и надеялись на то, что я как бы буду дешевым. А я даже не знал, что я делаю. Я думал, как эти дураки меня берут? Я даже не знаю, что. Поэтому как бы мы стоили друг друга в то время. Но вы с ним до конца же карьеры, до 2014 года и проработали, правильно, вместе? Да. С ним мы с Афором и работали до конца моей карьеры. И он даже хвалится тем, что как бы я начинал, я его представил, тому же Дэйна Вайтова в UFC, я его буквально за руку привел и познакомился со всеми. И в принципе мы остались хорошими друзьями даже сейчас. И он мой, один из моих клиентов, сейчас он приходит и тренируется здесь со мной до сих пор. Вот так вот, как все поменялось на 180 градусов. Кстати говоря, где ты читала, что вы тренировали актеров для съемков в фильмах? С кем работали и для каких лент, кинолент? Иногда приходится. Последний раз я работал, я считаю, что с очень талантливым Кевин Херрисон. Он снимался в нескольких фильмах. Я с ним работал, фильм назывался «Вэйв». Там было про борьбу, про борьбу немножко и немножко драма жизненная. И в принципе, да, интересные фильмы. А сами вообще снимались в фильмах? Можно мое лицо там видеть, как бы, я принимал участие, но более как консультант и как тренер. Но когда нужно, я могу встать в камеру, но я не хороший, я плохой актер. Это тяжелая работа. Я как бы получил немножко этого впечатления, как они это все делают. И это как бы нелегкая работа, нелегкий труд. Ну вообще, было бы, если предложили, было бы интересно сняться в кино? Опять же, смотря за сколько, я сейчас понимаю, за что они получают свои деньги. Смотря за сколько, потому что это довольно тяжелый и долгий, монотонный труд. И иногда получилось, меня посчитал, меня привезли, я ездил снимать это во Флориду, в Майами. И мы снимали, у нас было 17-часовой рабочий день иногда. У меня, которого даже я ни при чем просто так хожу, и у меня было 17 часов, я думаю, нифига себе. Кстати, упомяну, у меня тоже был опыт как-то в экстра, грубо говоря, в массовке. Да, да. Супермен и Бэтмен в Чикаго снимали, совершенно случайно я туда попала и абсолютно согласна, что мы там находились, по-моему, с 7 вечера и до следующего дня, наверное, до 9 утра. И занимает это огромное количество времени. Да, и поэтому, как бы, если опять снимаешься в массовке или где-то день и там не особо платье, мне самое больше нравится там еда, хорошо кормить, хорошо покушать. Но потом, после этого, как бы, начинает надоедать все, как бы, усыпаешь, и только как где-нибудь примастишься, найдешь себе укромное местечко, начинают съемки. Туда-сюда нужно выходить и что-то делать. Вы, кстати, когда завершали карьеру, советовались с ним, стоит ли вам завершать? Или это было ваше личное движение? Нет, с ним мы советовались и о моих боях и в UFC, и в Беллаторе, о завершении и о возвращении. Поэтому, да, он первый человек, с которым я буду советоваться, стоит ли это, не стоит. И, как сказать, даже сейчас я использую его как свой ресурс от информации, что происходит с UFC, что происходит с Беллатором и с другими организациями. И он мне скажет, даже для моих бойцов, если у меня кто-то тренируется, стоит или не стоит кого-то куда-то подписывать, потому что это организация в это время... Ну, как сказать, он секреты мне эти рассказывает. Немножко завесу тайны приоткрывает. Да, и поэтому, когда есть хороший момент, можно, он скажет, да, подписывай Владимир, тебе будет хороший, даже выиграешь, проиграешь, ты зарабатываешь нормальные деньги. В этом плане как бы он, да, помогает. Кстати говоря, сейчас ведут разговоры о том, чтобы провести прощальный бой Федора Емельяненко в Беллаторе. Как думаете, он в этом году состоится? Прощальный бой это очень как-то печальное такое выражение, мне кажется. Мне кажется, лучше всех сделал Кабиб, конечно. Он никому не сказал, что он будет делать прощальный бой. Он сделал и потом сказал. Когда это где-то делается, это все официально, это как бы затягивается, и потом опять приходит возвращение, потом обратно, это как бы теряет, опять же, теряет свою актуальность. Актуальность и правдивость, так сказать. Честно, пришел, подрался и сказал, все, я ухожу. Возможно, мне нравится Федор, я желаю ему всего лучшего, провести хороший бой, если он будет драться. Но опять же, это зависит не только от бойца, я считаю, что за ним стоит команда и он дерется не только за себя, но и за свою команду, поэтому как бы выбор приходится делать не одному, как вы уже сказали. Ну, Скотт Кокин сказал о том, что у него просто по контракту с Беллатором осталось два боя, и он планировал в 2020 году провести большое событие в Москве, но, конечно же, пандемия немножко расставила все на свои места, и недавно он говорил о том, что бой нужно рано или поздно проводить, потому что Федору так же 44 года. Ну да, значит, ему закончить нужно контракт свой с Беллатором. Я думаю, сейчас он может даже договориться с Беллатором. Я думаю, они не в той позиции, где они могут диктовать что-то, но все возможно. Я сейчас желаю ему самого лучшего, пускай что случится, пускай будет. А с кем бы вам было бы интересно увидеть бой Федора? На сегодняшний момент. На сегодняшний момент. В тяжелом месте, конечно, много интересных бойцов. Да, поляк. Нет, как сказать, этот. Федор, Федор. С кем он был? Даже не знаю. Даже не знаю. Но нужно с ветераном или нужно с молодым бойцом? Хороший вопрос. С ветераном можно получиться скучно, с молодым можно получиться больно. больно. Все может быть, все может быть. Ну, кстати говоря, вы упомянули про Хабиба, сегодня у него была встреча с Даной Уайтом, как думаете? Я думаю, что не согласится. Не согласится? А вам было бы интересно посмотреть, если бы он согласился вернуться? Мне было интересно смотреть Хабиба. Я до сих пор его даже сегодня на тренировках у нас даже есть такое выражение Борис сейчас как Хабиб, потом Борис как этот. Он очень distinguished, как называется? Выдающийся. Да, выдающиеся моменты у него есть в своей технике и его можно привозить как пример для меня как тренера. И, конечно, я хотел бы продолжение его карьеры только по своему желанию тренера, как можно показывать детям, как нужно делать правильно. Но я хотел бы посмотреть его бой с тем же GSP намного лучше, чем с МакГрегором. Поэтому, мне кажется, он не хочет драться с МакГрегором, поэтому это ничего ему не дает. Кроме, конечно, денег, которые предлагает Дэна Уайт. Но Кабибу как бы он дал понять, что ему деньги это не самое важное в жизни и что у него есть на жизнь сейчас и больше ему, может, не нужно. А уговорит ли Дэна Уайт GSP вернуться Джорджа Сен-Пьера? Мне кажется, Джорджа Сен-Пьер и Кабиб был бы хороший бой. Намного лучше бы, чем... Но опять же, болельщики в основном жаждут крови, жаждут каких-то драм, жаждут... Трэш-токинга. Да, трэш-токинга. Конечно, с МакГрегором на это претендент незаменимый. Но для меня, как тренера, нужно, мне интересно, другое. Но сейчас также очень актуальные бои из смешанных единоборств. Допустим, говорят о том, что Флойд Мэйвейзер о боях Флойд Мэйвейзера с Хапибом. Вам было бы интересно такое боксерский поединок посмотреть? Опять же, это... Нет, мне такое неинтересно, можно сказать. Интересно с точки зрения это шоу, интересное шоу, но это неинтересно, это не спорт. С точки зрения техники какой-то, стратегии, я ничего нового бы там не увидел. На ваш взгляд, сегодняшний разговор, Дэйна предлагает бой с GSP, реванш с МакГрегором или боксерский поединок с Мэйвейзером? Или козырь достает из кармана? Для меня ли... Это кому? Хабибу. Хабибу. Для Хабиба, конечно, драться... Он и МакГрегора тоже, мне кажется, убрал бы очень легко и Мэйвейдера очень легко. Мне кажется, GSP для него был бы достойный, более достойный соперник. Для меня тоже я бы хотел посмотреть как тренера именно на технику, именно на искусство боя. Не нужно забывать, что это все-таки искусство. Это называется бои смешанных искусств, или как это называется, да? Микс-маршал арт. Все думают, что это бизнес. И Дейна Уайт мне подходит со стороны бизнеса постоянно. Для меня это искусство. Не для всех это только бизнес. Но если бы... Да. Если бы не его бизнес-подход, боев в Абудаме могло бы не быть в то же время? Да, вы правы. Поэтому как бы капитализм в этой сфере играет свою роль. И где можно совмещать и смешивать бизнес, помогает искусство, искусство помогает бизнесу. Но когда это перевешивает бизнес и шоу, это просто получается немного некрасиво. Когда искусство меньше, тогда некрасиво это просто. В этом смысле мне Хабиб нравится тем, что это как бы пример, как нужно себя вести бойцу. Я понимаю, тоже он выпрыгнул из октагона один раз и полез в какую-то драку, но это максимум, что он когда-то сделал. И тоже Федор хороший пример, как нужно себя вести бойцу. У кого-то получается, кто-то хочет больше денег, кто-то больше внимания и больше лайков на инстаграме и все такие дела. Поэтому я, может, слишком старый для этого, я не знаю. Здесь просто интересен ваш подход. Ну, окей, а если смотреть с бойцовской стороны дела, вы бы хотели увидеть бой маги Измаилова со Шлеменко или с Владимиром Минеевым? Шлеменко было бы интересно. со Шлеменко я сам когда-то тренировался и была возможность даже драться, но мы не пересекались, но мы пару раз, по-моему, тренировались вместе. В Калифорнии, интересный боец, да. В Калифорнии с ним пересекались? Да. Ну, Владимир, вы нам обещали небольшой тур по вашему залу. А, ну да. Или можно? Можно, но, как бы, это тренерская здесь у нас, но уже темно на улице. У меня зал, как бы, находится на улице. Ну, вот. А, кстати говоря, сколько вообще времени заняло построить? А, построить да не сколько, день-два, я не думаю. У меня просто здесь гараж был, и маты оказались. А сауна осталась с другого джима. Здесь, получается, как бы, боксерский ринг по размерам немножко меньше. Есть штанга, можно приседать и ходить. Гирьки. Прямо такая экскурсия у нас по вашему дому. Интересно очень. Ну, да. Гирьки, канаты, просто турник. Но это, получается, вы в прошлом году построили, или у вас уже домашний зал достаточно давно? Нет, домашний зал был уже ну, лет 10, мне кажется. Лет 10. Но я им не пользовался настолько, как сейчас. Во время пандемии я начался, как бы, все сделал. Но это вот моя самая лучшая часть дома, мне сказали. Баня, баня. Это то, что мы любим. Кстати, а американцев парите в бане? Обязательно. Всем нравится. И в этом в бадью бросаю со льдом. Вот сейчас буквально вышли. А можно помедленнее показать, вот что прямо на стенах висит? Очень интересно посмотреть на... А вот этот майк знаменитый, который мне топ-аут выдавал Матюшенко. Там вот все бои нарисованы. Класс. Так, а это что за оружие это висит? Пояс, да? Пояс. Вот это IFC, про которое вы спрашивали. Вот это, которое мне выдали за три боя в один день. В самом начале карьеры. Да. Вот это с какого-то журнала просто интервью отдавал. очень классно. Джон Джонс. Что помните, кстати, об этом бое? Вообще думали, что Джон Джонс взлетит и потом... Думал, знал и потом. Я с ним часто общаюсь, по-моему, я с ним разговаривал месяц назад или когда... В принципе, вот еще немножко больше есть. Тоже всякие плакаты и фотографии из боев, афиши. Ну да. Он мне нравится как боец, в принципе. Он сделает свой хоумворк. Мне нравится то, что он готовится к бою, он все знает и в своем сопернике. Он смотрит видео и как бы решает... Но опять же, у него дисциплина хромает. Если бы я был тренером, вы бы его научили дисциплине? Я его учил один раз как раз в Москве. Мы дрались второй раз. У нас был ремяч в его номере после долгого проведения в баре и после нескольких бутылок Джемисона. Я его подушками побил хорошенько. Он плакал как маленькие... Это из разряда «что происходит в Москве, то остается в Москве», да? Это когда такое было? По-моему, в тринадцатом году. В тринадцатом нет, я уже закончил. В четырнадцатом, да, после закончения моего карьеры. Ну, видно, нужно еще несколько раз провести такое воспитание, воспитательные уроки. Ну, да. Но, опять же, мне нравятся такие ребята, которые могут выступать, но, которые, опять же, искусство. Это искусство, которое может тебе управление своей энергией и использование энергии твоего соперника. Это, в принципе, в любой марш раутс. Ну, думаете, мы увидим Джона в октагоне? Я надеюсь. Я надеюсь, что в конце концов он успокоится своими этими и начнет заниматься серьезно опять своим. Да ему больше нечем больше заниматься. А бои он как бы... Я ему так и объяснял, что ты боец, занимайся этим делом. Он просто не верит, что... Во что это может превратиться? В результат? И что? Ну, денег заработаешь, и дальше что? Это ты пример другим, пример ребятам, пример мне, как тренеру. Но он достиг, наверное, на каких-то высот и... Не знаю, в какой-то момент было скучно. Ты не просто ты, это ты один. За тобой люди смотрят. Мне кажется, Хабиб в этом плане опять он понимает, он знает, кто за ним стоит и кем он является для других людей. Поэтому я думаю, что он не согласится драться. Ну, проживем, увидим. Огромное спасибо за экскурсии по вашему залу, за время для нашего интервью. Очень было классно с вами пообщаться. Я думаю, это маленькая часть истории, которую Владимир Матюшенко может рассказать. Напоминаем, что с вами был YouTube-канал Телеспорт, и я Вика Булахова. Еще раз спасибо, Владимир. Не забывайте лайкать это видео и подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе, кто будет следующим гостем нашего трансляции. Спасибо большое. Спасибо, Вика. Спасибо, Чикаго. Спасибо.